Сотрудники Центра управления регионом Услышали наши истошные вопли Чего-то там подкрутили в трансляции оперативного совещания И на этой неделе звук стал вполне себе сносным Ухо не резал и глаз не раздражал На этой неделе Хабиров делил стол президиума Оперативного совещания правительства республики Башкортостан Со своим заклятым коллегой Константином Толкачевым Очевидно, Хабирову было неуютно с ним за одним столом И он как-то немножко подергивался Начали с любимого А именно с индекса промышленного производства Который неизменно растет в республике Башкортостан По крайней мере в сознании визионеров И тех, кому очень хочется чем-то похвастаться В этот раз Хабиров сообщил нам о том Что рост составил 6,2% за 5 месяцев текущего года По отношению к 5 месяцам предыдущего года Ну, собственно, я уже устал говорить о том Что это смотря как считать Если в рублях, то 6,2% это даже не инфляция У нас инфляция двухзначная Если в объемах производства, то да Но что-то мне подсказывает, что речь идет о подсчетах в рублях В конечном итоге нельзя пересчитать там муку, колбасу и колеса для железнодорожных вагонов Ни во что унифицированное, кроме денег Соответственно, речь идет о деньгах А если о деньгах, то цены, сами понимаете И на сахар, и на крупу, и на колеса для железнодорожных вагонов Выросли больше, чем на 6,2% Далее бюджетный путешественник Хабиров рассказал нам о том, где он побывал на предыдущей неделе В частности, он поведал о том, что только что вернулся с выставки Иннопром в Екатеринбурге Где, как он выразился, встречался и с казахами, и с белорусами, и с сильными партнерами Хабиров не уточнил, кто эти такие сильные партнеры Уж не эритрейцы, какие заезжие Ну, в общем, это пока покрыто мраком тайны Но Хабиров с гордостью заявил, что Республика Башкортостан заняла первое место в Российской Федерации В рейтинге эффективности реализации промышленной политики Собственно, так же, как это случилось и в предыдущем году Ну, улучшить первое место у Хабирова не получилось Гордостью в нем было хоть отливай И в этот момент очнулся Константин Борисович Константин Борисович страшно зыркнул в зал И, взмахнув руками, потребовал аплодисментов Судя по всему, это были те самые, давно забытые и столь милые сердцу Толкачева Бурные продолжительные аплодисменты Которые время от времени накрывали Леонида Ильича Брежнева на 22-м партсъезде Ну, в общем, примерно в таком стиле вот это все случилось Толкачев потребовал аплодисментов Аплодисментов ему было Далее Хабиров перешел к продолжению повествования о своих путешествиях за бюджетный счет Он рассказал, что на минувшей неделе за наш с вами счет он съездил еще и за границу Ну, за границу так себе, конечно, в Белоруссию Он съездил на девятый форум Белоруссия-Россия, как он выразился, принял в нем участие И пригласил белорусов провести десятый форум Белоруссия-Россия в Уфе Ну, уже третью или четвертую неделю подряд Хабиров нам рассказывает об этом своем величайшем достижении Об очередном форуме, который случится у нас на будущий год Форум Россия-Белоруссия Собственно, с учетом того, что Хабиров постепенно превращается в некого черного лебедя Для иных территорий Я имею в виду то, что куда бы он ни поехал, везде случаются то революции, то беспорядки, то какая смута Это и Казахстан, и Каракалпакстан, куда он съездил Соответственно, я бы на месте батьки поостерегся бы с ним там сильно близко ручкаться и обниматься Да и не факт, что через год батька все еще будет руководителем вот этой картофельной державы Ну, собственно, что есть, то есть На будущий год ждем очередной бесконечный форум Белоруссия-Россия в республике Башкортостан Хабиров рассказал нам и о грядущих праздниках, о которых он так как-то с вожделением нам рассказывал В частности, о том, что 8 июля непосредственно по поручению Владимира Путина Случится Всероссийский день семьи, любви и верности Ну, особенно цинично, конечно, подобная инициатива выглядит из уст Владимира Путина Человека с совершенно неопределенным статусом семейности Совершенно непорядным количеством детей и так далее, и так далее Ну, в общем, вот повелел Великий Кормчий отметить день семьи, любви и верности Так или иначе, в Башкирии этот светлый праздник пройдет в городе Бирске Именно он станет центром семьи, любви и верности И туда с удовольствием отправится на очередной фестиваль наш Байрам-Башлык Видимо, сразу укрепив любовь и верность и семью Радий Фаридович перейдет к резанию баранов Потому что сразу же начинается Курбан-Байрам Или не перейдет, потому что там у него еще в Шульгантаже научные мероприятия И все это спрессовано в 10-е и 9-е июля Нелегко придется нашему Байрам-Башлыку В общем, и в Шульгантаже праздник, там ученые понаедут И Курбан-Байрам-Барана-Реш И Владимир Владимирович повелел любовь и верность отметить и укрепить В общем, забот, конечно, полонрод Но что делать? Наверное, справиться Завершая неимоверно длинное вступление на этой неделе Хабиров сделал странное и загадочное поручение Забелину Дословно звучало так Лето есть лето Люди должны отдохнуть А то потом опять осень и заботы Конец цитаты Не очень понятно, к кому обращался Хабиров Возможно, что к самому себе А Забелина он попросил просто напомнить ему, что нужно отдохнуть А возможно, в Белом доме устали совсем Из не могли, собственно От откатов, заносов, распилов Ну, забот, сами понимаете, полонрод Бюджет все никак не распилится И не занесется И не откатится целиком Да и сами себя деньги украсть Наверное, не смогут В общем, забот много И устали люди Чувствуют, видимо, Ради Фаридович Общую атмосферу в коллективе Потому и дает вот такие поручения Забелину Далее нехотя перешли к эпидемиологической обстановке И здравоохранению Бесцветный какой-то и неинтересный Наш новый министр Рахматуллин Нудно зачитал эти все цифры 290 634 заболевших ковид В больницах 112 человек Падение заболеваемости на 33% И так далее, и так далее Ну, там, рекорды по вакцинации у него Там 2 миллиона 484 тысячи вакцинированных И так далее Ну, упомянул Рахматуллин И о поездах здоровья Ну, вот, которые, знаете, такие красивые Обклеенные, значит, единой России Автобусы и грузовички, которые ездят по Башкирии И меряют людям давление и температуру В докладе неинтересного министра Рахматуллина В этот раз случилось нечто яркое Собственно, не сам он случился А внезапно ворвавшаяся в эфир Анна Андреевна Казак Которая, собственно, видимо Изнемогла, устала, уже соскучилась по эфиру По полномочиям, по укольчикам По жути-жути И, собственно, оторвалась она по полной Крайне тревожная ситуация Заявила Анна Андреевна По коллективному иммунитету в республике Всего 20,7% населения обладают этим коллективным иммунитетом Очевидно, речь идет о ковиде И осенью будет эпидподъем В Европе, добавила Анна Андреевна Эпидподъем уже начался Так, стоп, минуточку А вот, что у нас с этими рекордами по вакцинации? 2,484,000 человек по отчетам Минздрава Укололись этой вакциной С вакциной что-то не то? Или не укололись? Или приписки? Или что вообще? В общем, так или иначе Анна Андреевна вырвалась из цепких объятий забвения И снова выбежала на сцену Исполнила номер ужас-ужас Готовьтесь к страшному Как бы опять нам тут, значит, все не перезакрывали Только-только сняли ограничения Ну, может быть, опять какие-то тяжелые времена У Владимира Владимировича грядут Может, у него рейтинг упадет Ну, засадят всех сидеть по домам на всякий случай Для этого у нас и есть Анна Андреевна Далее по сценарию у нас был плач Прочаковской Собственно, он и случился Обзор проблематики Республики Башкортостан Который оглашает каждую неделю Елена Анатольевна Собственно, никак у нее не получается сделать Хоть более или менее достоверным Потому в этот раз она решила не заморачиваться Не зачитывать заново тот же самый список Во главе которого опять стоят те же самые дороги Сразу же перешла к заказухе Упомянув, что количество обращений в целом, конечно, снижается Прочаковская начала отрабатывать заказ сходу Речь идет о том самом злосчастном операторе По обороту твердобытовых отходов Дертюли Мелеводстрой Даже я выучил название вот этой компании Заламывая руки, Елена Анатольевна Стала прочитать, что это ужас-ужас И вот такое стечение обстоятельств Именно ей стекаются все жалобы На этот зловредный Дертюли Мелеводстрой Который никак ни за что не хочет Исполнять своих обязанностей Прямо ужас-ужас Страшные картинки помоек Продемонстрировала Елена Анатольевна Собственно не указывая особенно Точные адресные привязки этих фотографий Показать можно было любой, собственно, двор Не обязательно Дертюли Мелеводстрой А, например, спецавтохозяйство в Уфе Ну, в общем Прочаковская прямо на пять с плюсом Исполнила заказ И примолкла Хабиров среагировал достаточно так театрально Ну, в принципе, добротно Смотрите, я вам поручение дал Мы с коллегами больше не будем работать Поэтому вы доводите это до конца Чтоб мы больше вот эти безобразия не видели, ладно? Вот примерно так Выступил с подмостков Этого любительского театра Хабиров Ну, почему-то Прочаковская, например, ни словом не обмолвалась о том Что на Уфу надвигается мусорный коллапс В связи с грядущим закрытием полигона в Черкасах Это вообще ведь не проблема, да? Подумаешь, миллионному городу будет некуда мусор вывозить И мы тут захлебнемся в мусоре отходов Фигня вообще Главный враг вообще Это дюртюлимелев отстрой Ну, более явные заказухи, конечно, я в последнее время не видел Даже от самой Прочаковской Похоже, она уже как-то исчерпала Все свое актерское мастерство Просто, значит, она в эфире цифру не озвучила Ну, собственно, конечно, и завершила свое вот это вот В этот раз такое недлинное выступление Елена Анатольевна в своем же ключе Трава Трава у дома Это основная проблема И глобальная проблема Республики Башкортостан и граждан Трава безумно беспокоит людей Согласен Нужно бы уточнить, Елена Анатольевна Каким сортом травы пользуетесь, например, лично вы Потому что, ну, нас это точно беспокоит Мы, как бы, хотим понять Вот это воздействие травы, которую никто не косит На ваше сознание Ну, а в дальнейшем, видимо, и на наше Потому что Елена Анатольевна влияет на широкий круг масс Далее случился триединый доклад ЖКХ, дороги и ЧАЭС В котором был слегка перепутан порядок докладчиков По крайней мере, привычный порядок докладчиков Первым доложился Булышев Александр Владимирович Министр транспорта и дорожного строительства Сходу Александр Владимирович Зачитал набор цифр и данных Хотя данными это точно назвать нельзя Цифры, да То есть он произнес некий набор числительных Выдавая это за отчет по ДТП Почему я так говорю? Потому что я проверил арифметику Александра Владимировича И понял, что здесь просто какой-то кошмар То есть у него вообще никак цифры не бьются с прошлой неделей Например, на прошлой неделе он сообщил нам о суммарно 1370 ДТП На этой неделе у него 67 И в сумме у него 1447 Не получается такой суммы, нет Пострадавших Александр Владимирович указывает на этой неделе 92 человека Суммарно на прошлую неделю было 1738 У него получается 1844 всего за истекший период Нет, нет такой арифметики Ну и с погибшими тоже За минувшую неделю погибло 7 человек На прошлой неделе Булышев давал цифру 144 за этот год Так вот 144 плюс 7 это 151 А не 153, как говорит Булышев На самом деле погибло 9 человек Но у него уже язык не поворачивается произнести эти цифры Более того, совершенно видимо закатив глаза Александр Владимирович сообщил нам, что теперь погибших стало аж на 42 меньше, чем в прошлом году Ну да На прошлой неделе было на 2 меньше, теперь на 42 В общем, ну это особенно, конечно, возмутительно И вот если вам, я уже обращаюсь к главе республики, Ради Фаритович Ну как-то безразлично или может быть нравится Когда вам мочатся в уши ваши подчиненные То нам это видеть и слышать как минимум постыдно, неприятно и некомфортно Ну во-первых, наблюдать за вами, как с вами такое делают ваши же собственные министры Ну и самим слушать вот это вот, то, что Булышев называет докладом или статистикой В общем, конечно, это совершенный кошмар, но это еще совсем не все Далее господин Булышев сообщил нам, собственно, страшное и ожидаемое Ямочный ремонт в республике Башкортостан закончен на 100% Полностью все проинспектировано и полностью все отремонтировано 121 тысяча дефектов Все, господа хорошие сограждане, дорогие башкортостанцы С сегодняшнего дня вы ездите по абсолютно идеальным дорогам Кто с этим не согласен, вру на клеветник, это во-первых Потому что официально министр транспорта и дорожного строительства Заявил о полной готовности дорог к эксплуатации А если вам видятся какие-то ямки и дефекты, то, ну, наверное, это вот Та самая трава, которая говорит Прочаковская Может быть, она вам мешает правильно увидеть идеальное состояние башкирских дорог Ну, как я и обещал, мы завтра выезжаем снимать идеально готовые башкирские дороги В Уфе и в ее окрестностях Ну, а господину Булушеву остается только, наверное, надеяться на то, что хоть кто-нибудь ему поверит Мне вот интересно, ему в ведомстве-то, в собственном, кто-нибудь верит вообще Вот этому лепету, который он, значит, издает на этих оперативках Далее наступил черед Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алана Морзаева не было на совещании Он так увлекся патронированием Федерации борьбы Что уже, в общем-то, ей на работу-то не ходит Сейчас, в данный момент, он находится в Москве на конференции Федерации борьбы Ему вот правда очень нравится Он с таким восторгом об этом пишет Я, честно говоря, грешным делом подумал А уж не Алан ли Викторович, наш следующий министр спорта На смену этому бестолковому Хабибову Вот Морзаев бы смог, честное слово, вообще И борьбу продвинуть, и все, что надо Вот он знает, что нравится начальству Знает, что Хабиров не безразличен к борьбе И вот он прямо льет елей на сердце начальства Ну, в общем, Морзаева не до ЖКХ И выступать начала Елена Александровна Голованова Она сообщила нам о девяти отключениях ресурсов в республике свыше восьми часов Восемь из которых, собственно, случились в Уфе Вышел из строя в Уфе один лифт Но главное сообщила Елена Александровна в конце На 97% отремонтированы все дворовые проезды в республике Башкортостан Поняли, да? Ну, у Булушева на 100% все дороги отремонтированы А у Голованова на 97% Скромно, но со вкусом В общем, выходите во двор Смотрите на свой раздолбанный асфальт во дворе И понимаете, что вы попали в те самые злосчастные 3% Которые Елена Александровна еще не успела доасфальтировать В общем, вот такая вот картинка у нас в ЖКХ Фарид Рифович Гумеров Что-то из раза в раз, из недели в неделю меня расстраивает Раньше так он ладненько докладывал Вообще, как вот в традициях Шойговского МЧС А сейчас что-то какое-то стало вялое и неинтересное Ну, в частности, рассказал, что 5 человек сгорело в пожарах Лесных пожаров у него в Башкортостане теперь в 7 раз меньше Чем в прошлом году Ну, сами понимаете, каждый день, когда дождь идет Какой лесной пожар может быть? А утонувших у него в 3 раза меньше, чем в прошлом году Ну, понятно, дураков в ледяной воде купаться Тоже существенно меньше, чем в прошлом году Вот очень сомнительные, прямо скажем, достижения МЧС Но с придыханием Фарид Рифович рассказал о беженцах Еще 331 еждивенец из сепаратистского Донбасса Прибыл на нашу шею в Башкортостан И будут размещаться они во всевозможных санаториях Подвергнуться усиленному кормлению и снабжению за наш счет Под занавес совещания послушали доклад о том Как идет капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях республики Доклад делал замминистра образования и просвещения республики Господин Еримов Начал он тараторить в микрофон Даже не обращая внимания на то, что микрофон не включен Как-то даже и не опомнился Просто продолжил Ну, такой робот-чиновник Сообщил он нам о том, что 365 зданий школ в республике Башкортостан Требуют капитального ремонта Упадок школ в республике Башкортостан Состояние зданий и сооружений Это второе место в Российской Федерации после Дагестана Господин Еримов почему-то Разруху в наших башкирских школах Попытался представить как некое достижение Второе место по разрушенности школ Как здорово Звучало это, конечно, абсурдно Но, тем не менее 103 здания по первоначальным данным В 22-м и 23-м году Планируется подвергнуть тому самому капитальному ремонту В 2022 году 63 объекта должны завершить В 2023-м 134 объекта должны совершить Ой, у господина Еримова, как и у Булышева, судя по всему, проблемы с математикой Несмотря на то, что он трудится в Министерстве образования В начале доклада звучала цифра 103 В конце доклада она уже выросла до 134 объектов Ну, в общем, не важно Радий Фаридович и этого докладчика с жаром поблагодарил Отметил важнейшую роль сенатора Лилии Гумеровой В содействии, во включении Республики Башкортостан в эту госпрограмму Напомню, чиновники почему-то уже гордятся тем Что в Башкирии самые разрушенные школы в Российской Федерации Ну, по крайней мере, второе место после Дагестана по разрушенности школ Вот черт побери, они с этими рейтингами уже совсем спятили, по-моему Завершая оперативку, Хабиров опять обратился к Булышеву Он потребовал от Министра транспорта и дорожного хозяйства Заранее, еще летом, внести ясность в отношения с компанией СОДА А именно, определиться, будет ли Булышев использовать отходы производства СОДА В качестве антиобледенительных реагентов Помнится, вот такая была затея, что что-то СОДА такое говорила Да вот у нас тут какие-то отходы есть, а если ими посыпать лед, то тогда машины не будут скользить Ну, собственно, вся эта версия ни опровержения, ни подтверждения никакого не получила Но многотоннажные отходы СОДА было бы здорово куда-нибудь пристроить Хабиров даже сообщил Булышеву, назидая ему про эти отходы, что это же наше предприятие И надо его поддерживать Конец цитаты Ну, собственно, да, надо поддерживать Не все же выпрашивать вертолет очередной у них за 3 миллиона долларов А вот можно и поддержать чего-нибудь, да? Собственно, Хабиров почему-то говорит о поддержке СОДА на фоне того, что до сих пор не распределена прибыль в 44 миллиарда, которая как-то так образовалась у СОДА в последнее время Это очень странно, учитывая, что тот же самый Хабиров рассказывает о дефиците бюджета А мы теперь государство и Башкирия, значит, владеем СОДА на 100% То есть бюджету Башкирии и Российской Федерации есть, что поделить из этих 44 миллиардов рублей Вот почему-то об этом молчок Может быть, надо разобраться уже с этим русским водородом, внести ясность в какую-то перспективу деприватизации, реприватизации или приватизации 2.0 этого предприятия Не знаю, что уж там на уме у Хабирова, знаю я другое Знаю, что кулуарно ведутся очень жесткие и очень нелицеприятные разговоры с руководством СОДА от лица руководства республики Не назову это вымогательством, но определенное давление на компанию производится Опять же повторюсь, несмотря на то, что компания полностью государственная Вот тут что-то такое уже личное, судя по всему, присутствует И вот Хабиров опять поднял тему СОДА Видимо, Булышев теперь кинется анализировать, можно ли использовать отходы СОДА в качестве антиобледенитных реагентов Тут еще очень важно учесть то, что если эти реагенты не прошли должные экспертизы, испытания, исследования А это не пятиминутный вопрос То тогда есть вероятность того, что мы подвергаемся риску Когда Булышев начнет этим непонятным дерьмом посыпать улицы Ну, возможно, мы начнем дышать, например, чем-то не тем, чем нужно дышать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин